Как пустить в дело осколки старого стекла? Над этим вопросом несколько лет назад задумались в Пермском политехе и, проведя опыты, создали в лабораториях новый материал. Пеностекло практически не пропускает холод, оно очень легкое и прочное. Вот этих 20 сантиметров, их достаточно для того, чтобы в доме зимой самая сильная холода в наших условиях была комфортна. Первые попытки наладить производство пеностекла были в 2004 году. Однако конкуренцию с привычными утеплителями новый материал не выдержал. Через несколько лет предприятие закрылось. Шанс всё изменить появился сейчас. Мы научились объединять и позиционные свойства, и облицовочные свойства. То есть проблема всегда у пеностекла была в том, что материал был тёмный. Дмитрий – единственный обладатель дома, полностью построенного из пеностекла. Признаётся, во время стройки хорошо сэкономил на тяжёлой технике. Блоки лёгкие укладывал своими руками. Выбору материала рад до сих пор. По ощущениям, зимой достаточно тепло. У нас нету сейчас пока центрального отопления, то есть газа пока нет. Мы топимся электрическим, электричеством и дровяная печь. Зимой, в принципе, держится около 22 градусов. Ещё одно достоинство пеностекла – оно безопасно. В огне не горит и не выделяет ядовитых паров. Пенопласт, у который обычно используется в качестве утеплителя, даст сто очков вперёд. Вот это пенопласт. Вот это пеностекло. Из пеностекла можно строить даже понтонные переправы. Обычный кирпич попытаемся отправить в плавание. В основном плавание только в вертикальной плоскости получается. И в наш кирпич бросаем. В Пермском политехе готовы развернуть производство наноматериала. Уже нашлись ответственные за сбор и размельчение стекла, а также за создание готовых продуктов. Ольга Суркова, Наталья Пальникова, Кирилл Андреев. Часпик. Ольга Суркова, Кирилл Андреев. Часпик.